Доброго дня всем подписчикам канала Агробук! Сегодня 29 ноября и мы готовы рассказать вам о главных новостях минувшей недели в сфере сельского хозяйства. Подсолнечник подорожал на фоне проблем с уборкой. Виктория Абрамченко отвергла идею закупить 10 миллионов тонн пшеницы в интервенционный фонд. Кубанских производителей риса могут лишить воды из-за угрозы теракта. Все подробности далее в выпуске. Аналитики аграрного рынка начали свою традиционную забаву – давать прогнозы по сбору зерна на следующий год. В оценках будущего урожая пшеницы эксперты опираются на два показателя – площадь посева о зимах и оценка вегетации. Состояние посева в целом по стране неплохое, а вот площадь под пшеницей по сравнению с прошлым годом явно сократилась. По данным Минсельхоза, на 24 ноября озимый клин составил 17,7 миллиона гектаров, что на 700 тысяч гектаров меньше, чем в прошлом году. Недосев озимых в Центральном федеральном округе еще предстоит оценить. Глава Савыкона Андрей Сизов месяц назад предполагал, что озимый клин может сократиться на миллион гектаров в ЦФО до 3,3 миллиона гектаров по причине обильных дождей. На юге сев пшеницы практически завершен. В Краснодарском крае культура посеяна на площади 1 миллион 770 тысяч гектаров. В Ростовской области на площади 2 миллиона 819 тысяч гектаров, что на 8,5 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. В Ставропольском крае зимой заняли 1 миллион 962 тысячи гектаров. Это минус 20 тысяч гектаров к прошлому году. В результате, опираясь на данные посеву, Савыкон прогнозирует воловой сбор пшеницы в следующем году на уровне 84,8 миллиона тонн. Аналитический центр Русагротранса предполагает, что сбор пшеницы превысит 83 миллиона тонн, а в случае хорошей перезимовки может достичь и 87 миллионов тонн. Впрочем, за 7 месяцев до сбора урожая может произойти еще много всего интересного. На юге аграрии боятся не столько холодной зимы, сколько весенние засухи. Да и мыши могут существенно скорректировать будущий урожай. В этом году весь наш аграрный треугольник переживает нашествие грызунов. Например, в Ставропольском крае защитные мероприятия пришлось проводить на площади 1 миллион 300 тысяч гектаров, тогда как в прошлом году мышей травили на площади всего 35 тысяч гектаров. В борьбе с грызунами аграрии пустились во все тяжкие, и это уже привело к трагедии. В нескольких районах Ставропольского края погибли птицы и зайцы. Эксперты полагают, что виновны в этом сельхозпроизводители, которые разбрасывали химическую отраву, вместо того, чтобы вносить ее в жилые норы, как того требует регламент. Опрошенные нами фермеры отвечают, что биологические препараты показали крайне низкую эффективность в борьбе с грызунами. Интересен комментарий Минсельхоза Ставропольского края. Ведомстве ответили, что оценить степень ущерба полям от мышей не представляется возможным, потому что есть надежда, что поврежденные посевы все-таки отрастут. Если эта проблема коснулась и вас тоже, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы боретесь с мышами, чем и помогает ли. Цены на пшеницу в России на прошлой неделе изменялись разнонаправленно. На юге пшеница с протеином 12,5% на базисе EXV-элеватор подешевела на 250 рублей, до 12 200-12 600 рублей за тонну, без НДС. В центре цены остались без изменений, в Поволжье небольшой рост, в среднем на 100 рублей за тонну. Сейчас цена пшеницы 11-11 100 тысяч рублей за тонну. В Сибири увеличение более значительное, сразу на 400 тысяч рублей. Дождался подъема, наконец, и Урал. На некоторых пунктах пшеница подорожала сразу на 3 тысячи рублей. Сейчас ее цена 11 500 без НДС. Такими данными поделился аналитический центр Русагротранса. Экспортные цены на российскую пшеницу колебались на уровне 313-317 долларов за тонну. В глубоководных портах закупочные цены составляли 14 500-14 700 рублей за тонну, без НДС. На малой воде – 12 700 рублей за тонну, без НДС. Стоит ли рассчитывать на дальнейший подъем цен и изменения конъюнктуры аграрного рынка? Этот вопрос мы задали на нашем круглом столе генеральному директору аналитической компании «Агроспикер» Виталию Шамаеву. Ответ эксперта нас сильно расстроил. Все будет так, исхода нет. Да, мировые цены имеют потенциал роста, но у нас сейчас цены привязаны к экспортным пошлинам, которые будут этот весь рост срезать. И кроме того, мы можем увидеть дальнейшее укрепление рубля ниже 50. Поэтому весь рост мировых цен, скорее всего, будет нивелировано в 2023 году укреплением рубля. И аграрий опять ничего не получит. До конца сезона аграрием не будет никакой прибыли, потому что рынок лежит в боковом коридоре, и вряд ли из него будет выходить. Опять же, если мировые цены начнут рост, то, скорее всего, мы получим укрепление рубля. Так что ситуация очень тяжелая. Виталий Шамаев отметил, что в условиях санкции сельхозпроизводитель на уровне своего хозяйства ничего толком сделать не может, разве что планировать производство без учета экспортного потенциала. А на уровне государства, считает эксперт, определенные меры можно было бы принять. Например, закупить большой объем зерна в интервенционный фонд и таким образом спасти сельхозпроизводителей сейчас. А продавать пшеницу из госфонда можно гораздо позже, когда продажа зерна за рубеж станет благом, а не разорением для рынка, как сейчас. Идея масштабных государственных закупок имеет право на существование. Но, к сожалению, мнения Виталия Шамаева не разделяют в российском Минсельхозе. До днях вице-премьер Виктория Абрамченко ответила на вопрос, не хочет ли государство увеличивать закупки в государственный фонд. Допустим, до 10 миллионов тонн, чтобы отрегулировать цены на внутреннем рынке. Но Абрамченко дала понять, что цели повышать цены на пшеницу перед Минсельхозом не стоит. А объем интервенционного фонда был определен, цитата, «трехмесячным потреблением продовольственного зерна». Другой задачи не было. После этого вице-премьер привела ожидаемый аргумент, что аграрии в этом году получат субсидию на зерно в размере 2000 рублей на тонну. Она, правда, не уточнила, что 10 миллиардов рублей, выделенных на эту цель, помогут только тем, кто произвел 5 миллионов тонн. Из 105 миллионов тонн пшеницы, собранной в России. Из этого факта как будто не замечают депутаты Госдумы России. Недавно в аграрном комитете проводился округлый стол с участием статс-секретаря Минсельхоза Ивана Лебедева. Депутат и глава АКОР Владимир Плотников обратился к ведомству с предложением ввести субсидию на хранение зерна. Субсидия позволит крестьянам не отдавать за бесценок собранный урожай, а пережить с минимальными потерями период низких цен, объяснил Владимир Плотников. По его словам, господдержка позволит аграриям переоборудовать собственные зернохранилища и застраховать себя на случай повторения подобной ситуации в будущем. В качестве источника для субсидий на хранение зерна Владимир Плотников предложил использовать средства, собранные от экспортных пошлин. Отметим, что по подсчетам агроспикера пошлины изъяли из аграрного сектора более 350 миллиардов рублей. Вернулось в виде субсидий на зерно в этом году только 20 миллиардов. Речь об отмене экспортных пошлин уже не идет, хотя они упали до такого уровня, что в случае отмены, может быть, и животноводы бы не пострадали, и растеневоды могли бы как-то подтянуть свою выручку. Ставка пошлины на пшеницу с 30 ноября 2788 рублей, на ячмень 2300 рублей, а на кукурузу ставка стала нулевой, потому что рублевая цена на эту культуру опустилась ниже порога отсечения. Ну и забегая вперед, скажем, что пошлина на вывоз подсолнечного масла из России в декабре также останется на нулевом уровне, как и в ноябре. Проблемы с уборкой подсолнечника наконец нашли отражение во внутренних ценах. Маслозаводам пришлось повышать закупочные цены на одну, а то и на две тысячи рублей. Ключевой фактор, вероятно, заметное ухудшение видов на новый урожай и задержка уборки, прокомментировал ситуацию глава САВКОН Андрей Сизов. Конъюнктура для переработчиков отличная, до недавнего времени было относительно немного. Выжидали. По данным Минсельхоза, на 24 ноября сбор подсолнечника составил 13 миллионов тонн. Площадь уборки на 2,3 миллиона гектаров отстает от прошлогодней. По данным Масложирового союза России, пятая часть подсолнечника не убрана в Курской, Липецкой и Белгородской областях. В Ульяновской области этот показатель превышает 40%. В Саратовской области убрано лишь 56% площадей под культурой. Остается к уборке еще 680 тысяч гектаров подсолнечника. Зато, по данным регионального Минсельхоза, урожайность культуры превысила полторы тонны с гектара. Это на 3 с лишним центнера выше, чем в прошлом году. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько говорит, что уборка подсолнечника продолжится, но в каком состоянии будет семечко оценить, пока сложно. По данным ИКАР, в течение ноября цена на подсолнечник в центре выросла с 25-26 до 28 тысяч рублей за тонну. Средняя цена подсолнечника на юге, по данным Масложирового союза, составляет около 27 тысяч рублей за тонну без НДС. Еще одна относящаяся к подсолнечнику новость была связана с импортом семян. Россельхознадзор с 21 ноября запретил ввоз в Россию семян подсолнечника со всех площадок, то есть мест отгрузки компании «Сингента» в Испании и во Франции. Меры приняты по причине выявления карантинного для России объекта фомопсиса подсолнечника и непринятия срочных мер национальными организациями по карантину и защите растений Испании и Франции. Так объяснили в ведомстве. Фомопсис подсолнечника, по-другому называется серая или бурая пятнистость, трак стеблей подсолнечника, является одним из наиболее вредоносных заболеваний культуры, которое может унести до 80% урожая. Интересно, как на эту новость отреагировали читатели в нашем телеграм-канале. Звучали комментарии вроде «только и умеют, что запрещать». Действия Россельхознадзора расценили как борьбу с недружественной селекцией, а не с опасным заболеванием. Такая вот слава закрепилась за этим ведомством после грузинского вина и турецких томатов. Впрочем, зарубежную селекцию Минсельхоз по-прежнему намерен блокировать. На недавнем совещании в Госдуме замминистра Оксана Лут сообщила, что ведомство утверждает вместе с регионами план по импорту семян – подсолнечника, сои, кукурузы, рапса и сахарной свеклы. Лут также отметила, что в этом году использование семян зарубежной селекции увеличилось. Если в 2021 году доля иностранных сортов и гибридов составляла 35%, то в этом году она выросла до 40%. А причина заключается в том, что после февральских событий аграрии «испугались» и приняли все меры, чтобы завести побольше семян. Регулирование отрасли со стороны Минсельхоза выглядит довольно топорным. Мне понравилось, как на этот счет высказался на конференции в рамках выставки «Юг Агро» Андрей Барбарицкий, представитель компании «Нутри тех юг», которая занимается семенами овощей. Он сказал, что если мы хотим развить семеноводство на мировом уровне, то нам надо не бояться привлекать компании, которые имеют очень хороший опыт в семеноводстве. Если это касается подсолнечника или кукурузы, пожалуйста, лимогрейн и сингента уже производят, откройте им ворота, пусть они приходят со своими технологиями и пусть они покажут, как это делать. Нам что, долго скопировать, что ли? Очень практичный взгляд на технологии, чего явно не хватает нашему аграрному ведомству. Несмотря на все сложности рынка, статистика показывает, что аграрии продолжают покупать сельхозтехнику. Техническая модернизация отрасли не будет снижаться и в следующем году, заявил глава Росагролизинга Павел Косов, подводя итоги акции раннее бронирование. Эта программа позволяет приобрести технику с нулевым авансом и начать оплату только в сентябре 2023 года. Росагролизинг запустил акцию в октябре и получил уже 2000 заявок на приобретение 3000 сельхозмашин. Судя по данным организации, самая мощная техническая модернизация состоится в Самарской области, куда ушло целых 52 единицы техники. Но если без шуток, то согласно данным Росспецмаша, с января по октябрь включительно сельхозпроизводители приобрели 28 тысяч тракторов и 4500 самоходных комбайнов. Динамика по сравнению с прошлым годом тракторы плюс 11%, комбайны минус 33%. Плохие показатели по комбайнам связаны в первую очередь с санкционным давлением. Например, недавно на совещании в Госдуме совладелец Россельмаша Константин Бабкин рассказал, что сегодня на заводе застряло около 1800 самоходных машин. Они ждут до укомплектации, потому что предприятие, которое производит для них систему управления, задерживает поставки. Но все, кто посетил выставку ЮкАгро на прошлой неделе, могли убедиться, что интерес к технике у аграриев не падает. В павильонах и на улице во второй день было просто не протолкнуться. Сейчас будет несколько коротких новостей, которые не требуют анализа, но просто интересны. Федеральная антимонопольная служба рекомендовала производителям минеральных удобрений не повышать цены в декабре. Это сделано для того, чтобы сохранить для аграриев доступность минеральных удобрений и серы, пояснили ФАС. Напомним, что 1 декабря химики планировали повысить цены на 8,4-8,6%. Так что сейчас производителям удобрений приходится осваивать новые ниши. Например, компания «Уралхин» заявила, что будет строить завод по глубокой переработке гороха и выпускать из него белковый изолят. Пилотная установка по производству этого продукта была запущена в Сколково. Агрегат в час перерабатывает 200 кг гороха и дает 35 кг изолята. В «Уралхиме» не сомневаются, что продукт будет востребован. Единственная проблема – на строительство завода потребуется года 3 или 4. «Росельхознадзор» отмечает, что в целом экспорт продуктов переработки зерна существенно вырос на фоне проблем с экспортом самого зерна. С начала 2022 года экспорт муки вырос в 4 раза до 672 тысяч тонн, а круп на 42% до 150 тысяч тонн. Но объемы, конечно, минимальные по сравнению с вывозом пшеницы. «Росельхознадзор», впрочем, не опускает руки, сейчас активно продвигает всю российскую продукцию на рынках Саудовской Аравии, Китая и других дружественных стран. Например, для экспорта в Саудовскую Аравию препятствием является доля, пораженная клопом черепашкой, пшеницы. «Росельхознадзор» просит увеличить эту долю до 0,75%. А вот в Китае уже согласованы поставки яровой пшеницы, ярового ячменя, и работа ведется над разрешением поставок азимых колоссовых, кукурузы, риса, рапса из всех российских регионов. Дружба с Китаем сейчас пришлась бы нам очень кстати, потому что в Австралии, где Китай закупал очень много пшеницы, с качеством урожая будет беда. Агентство Bloomberg заявило, что страна соберет много пшеницы, но значительная его часть после дождей и подтоплений окажется пригодной только на корм скоту. Ну и последнее известие регионального, так сказать, уровня. На выставке Юг Агро широкой публике впервые был представлен новый союз аграриев Ассоциация Народный фермер Кубани. Это региональное отделение Всероссийской ассоциации Народный фермер, которую возглавляет подмосковный сыродел и член Общественной палаты Олег Сирота. Главой Народного фермера Кубани стал растеневод Константин Юров. Краснодарская ассоциация намерена представлять интересы фермеров в органах власти и добиваться решения закоренелых проблем, связанных с тарифами естественных монополий, оформлением лесополос, регулированием семеноводства и так далее. Следить за деятельностью нового союза можно в телеграм-канале Фермер 2.0. Напоследок, очень неожиданная новость. Производители риса в Краснодарском крае весьма обеспокоены предложением МЧС не наполнять водой Краснодарское водохранилище. Эта тема горячо обсуждалась на круглом столе Национального союза рисоводов на выставке «Юг-Агро». Как следовало, из выступлений спикеров круглого стола недавно в Краснодарском крае состоялось совещание межрегиональной рабочей группы, где был поднят вопрос о том, что, возможно, в условиях специальной военной операции в этом году не стоит наполнять Краснодарское водохранилище, чтобы, так сказать, снизить риск чрезвычайных ситуаций в случае какой-либо рукотворной аварии. Такие разговоры начались на фоне истории с Каховской ГЭС. Сейчас Краснодарскому водохранилищу разрешили наполниться всего до объема 700 миллионов кубометров. Это тот объем, при котором в случае аварийных ситуаций гидросооружения смогут обеспечить пропуск паводковой волны, объяснил замглавы Кубанского бассейноводного управления Юрий Лукшин. Если будет принято решение срабатывать, то есть понижать уровень воды в Краснодарском водохранилище, то отрасли рисоводства, которая героически перенесла аварию на Федоровском гидроузле в прошлом сезоне, придется очень не сладко. Ведь без воды тогда останется около 60 тысяч гектаров рисовых чеков. Пока же Краснодарский край надеется, что все обойдется и планирует посеять культуру на площади 92 тысячи гектаров. Напомню, что Кубань производит 70% риса, который потребляется в России. На этом наш выпуск завершен. Мы будем вам очень благодарны за донаты. Перевести их легко, есть ссылка под видео. И мы, конечно, благодарим всех, кто нас смотрит, кто подписался, поставил лайк и прокомментировал. Рассказывайте, как вы боретесь с мышами. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин